Все, я молчок. Бунин. Или Блок. Есенин. Вот я как сразу сказала, в общем, не знаю. Нет, нет, не Есенин. Все, вот все, говорю. Блок. Блин, Блок. О чем Блок писала? Вот вообще не помню. Боже мой. Так, Блок. Все, Блок. Бунин. Все, давайте на Бунине ставим. Всех приветствую. Меня зовут Евгений. Я самый перспективный, самый симпатичный, харизматичный, популярнейший блогер этой страны и этой планеты. И раз уж ютубчику нравится, когда я задаю вопросы и плачу за них бабосы, будем пилить потихонечку такой контент. Но изменим его глобально. Вопросы сложнее. Я больше не подсказываю. Теперь буду платить не косарь, а пятерку. Я богатый человек, ребята. У меня вот новые райбосы. Я блогер? Ай, красота, погодка. Признаюсь, по чесночку, даже под мышульки у меня немножко спрели. Пять вопросов. Есть варианты. Есть такой бонус. Ты можешь набрать любые цифры и набрать неизвестному человеку, чтобы он подсказал. Боже мой, нет, я не настолько смелая. Почему времена года сменяют друг друга? Из-за наклона земной оси? Из-за удаления и приближения Земли к Солнцу? Из-за вращения Земли вокруг своей оси? Либо это из-за того, что вспышки на Солнце. Вспыхнула вспышка. Так, точно не вспышки. Зима. Точно не вспышки. Все, точно не вспышки. Удаляем. Так, я голосую за то, что Земля крутится и как-то... Господи, нет, удаление Земли от Солнца. Слушай, ну давай будем сейчас рассуждать. Например, мы берем вариант из-за вращения Земли вокруг своей оси. Нет. Почему нет? Блин, ну нет. Ну вот смотри, вот Земля, и она вот так вот крутится. Да, да, с одной стороны да. Ну, и что происходит? Блин, меняется, да, Солнце меняется по отношению... Это что меняется? Нет, ничего не меняется. Вообще ничего? Не должно меняться. Ну, блин, нет. Времена года не должны от этого меняться. Времена года не меняются, окей. Да, я думала, как-то связано с... На чем она крутится? На орбите, наверное. Орбита, да. Да, 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 и еще прокручивается. В общем, да, вот этот вариант. Точно? Да, да, точно. Правильно? Это правильно или неправильно? Сейчас мы увидим на экране. Вспышка на Солнце. Полная херня, это тупо моя фантазия. Вращение Земли вокруг своей оси. Когда крутится, крутится, крутится Земля, тогда сменяется день и ночь. Наша планета с уклоном. Если бы она была ровная и ровненько вот так вот херакала вокруг Солнца, времена года не менялись бы вообще. Все, из-за наклона земной оси. Ладно. Ладно, спасибо тебе за участие. Пока. Ладно, спасибо. Какой материал лежит в основе изготовления стекла? Нужны ли варианты? Ну, давайте. Поехали. Это гранитный камень, стекольный порошок, песок, зеркальный циклотит. Можно порассуждать. Можно убрать те варианты, которые вроде бы нелогичны. Вы уверены, что это школьная программа? По-моему, это материаловидение универ, нет? Универ? Ну, вот смотри, стекло. Из чего же его состругали? Может ли это быть зеркальный циклотит? Ну, я просто не знаю, что это. Я не видел никогда зеркальный циклотит. Я тоже. Песок. Обычный песок. Либо это стекольный порошок. А может быть гранитный камень? Не знаю. Наверное, либо порошок, либо камень. Но это точно не песок. Да нет, ладно, давайте я отвечу, наверное. Ну, пусть будет порошок. А что за стекольный порошок? Хотя такого, наверное, не существует. Я не знаю. То есть стекло делают из стекольного порошка. А стекольный порошок... Ну, нелогично, что его из гранита сложно сделать стекло. Вот. Тогда получается, что по вашей логике, Наталья, мы убираем стекольный порошок. Это нелогично. Гранитный камень, да к черту его, остается зеркальный циклотит и песок. Я не знаю. Я не знаю. Все, я, короче, подсказываю. Либо песок, либо зеркальный циклотит. Ну, это понятно. Но пусть будет циклотит, но песок тоже как-то нет. Тут же ведь варианты ответов. Циклотит сейчас зелененький. Ну, я пока еще не выбрал цвет. Какой-то звук специальный. Зеркальный циклотит. Стекольный порошок. Не знаю, есть ли такая хрень. Нет, я сам придумал. Нобелевскую мне. Гранитный камень. Нет, это не основа. А вот зеркальный циклотит. Тоже хрень из моей головы. Песок. Откуда пошло выражение, деньги не пахнут? Варианты. Подать на провоз парфюмерии. Выдача кредитов банками. Налог на туалеты. Оплата за рабов. Ну, я думаю, первый вариантик. Итак, деньги не пахнут. Воз парфюмерии и вот отсюда. Все? Рассуждать не будем? Не будем. Не будем. Монтаж, все дела. Так, так, да. Как-то один крендель по имени Тит подходит к своему бате. Батя, кстати, римский император в первом веке. Веспасиан! Звали батьку. И говорит, бать, не попутал ли ты налогом облагать толчки, говорит. На что батя взял монетку, к суетому вхлебало прям в нос. И говорит, да? Да, говорит, сученыш. А ведь это бабочки с мочи, с саков, с помета. Пахнет ли это лавандосина? Спросил. Веспасиан у Тита. И вот оттуда-то и пошла эта крылатая фраза. Деньги не пахнут. Ну, это очень банально. Ну, такая банальная у нас рубрика. Спасибо тебе, Кристин, большое. Что вредил Айболиту в Африке? Варианты ответов есть, братиш. Это африканцы. Это попугай. Бармалей. Баба-яга. Давай попугай будет. Ну, баба-яга сто пудово, короче. Баба-яга пошла гулять. Ну, африканцы, наверное, тоже такая тема неприятная. Неприятная тема. Нафиг ее. Получается, либо попугай... А Бармалей тогда попугай, наверное. А Бармалей что за щелчат, я даже не помню. Да? Итак. Я злой разбойник. Бар-ма-ли-нь. Знаешь фразу? Век живи, век учись. Да. Но у этой фразы есть продолжение. Век живи, век учись тому. Ну и чему тому? Варианты. Чего не знаешь, как следует жить, каким не надо быть, чего не понимаешь. Ну, мне кажется, что первый вариант. Первый вариант это чего не знаешь. Век живи, век учись тому, чего не знаешь. Да. Напоминаю, что у тебя есть возможность позвонить в никуда. И также можешь методом исключения, чисто чтобы как в этой игре, кто хочет стать миллионером, типа мы с тобой рассуждаем, там бла-бла-бла, все дела. Каким не надо быть? Каким не надо быть? Тра-та-та-та-та. Базара ноль. Можно вставить все что угодно. И не только эти четыре варианта, а еще миллиард придумать. Но в первом веке до нашей эры Луций Синека, римский философ, сказал, век живи, век учись тому, как следует жить. Все, ребят, спасибо вам большое за уделенное время. Пуэрто Марта Терресита. В каком году началась Первая мировая война? Так, Первая мировая война началась... Есть варианты, кстати. Подожди, ну просто ее все путают с Великой Отечественной обычно, то есть 41-й, 45-й, да, которые, но она началась, по-моему, чуть позже, типа в 44-м году. Давайте варианты. Вариант номер один. 1941 год, 1812, 1914 год, 1917 год. Порассуждаем. А, подожди, стоп, да, вообще другая война. Великая Отечественная, это у нас, это Первая мировая война. Есть звонок в никуда. Так, секунду. 1900... Давай методом исключения. Первая, это Великая Отечественная война. Нет, сразу. Или 14-й, или 17-й. А есть еще подсказка, да, помимо звонка в никуда? Помимо звонка в никуда подсказок больше нету. Окей. Давайте позвоним, да. Окей. Как мы это делаем? Ты набираешь любые цифры, и последние две, говорю я. Окей. Последние цифры. Так, последние цифры, пускай будет 23. Опа, еще пробуем, еще, конечно, можно пробовать сколько угодно. О, сзади-то. Не правильно, набрадо. Набрадо не поняла. Звони кому-нибудь, кого знаешь, все. Окей. Давай. Не получилось у нас, да. Звоню свекровью. Алло. Татьяна Алина, здравствуйте, вы на громкой связи. Я тут в викторине участвую, у меня есть вопрос. Давай. В каком году началась Первая мировая война? Ну, есть варианты ответа. Да, 941-й, но сразу нет. 1812-й, 1914-й и 1917-й. 1914-й. Все, спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста, мне так кажется. Класс, спасибо. Давай. Ну, давайте согласимся, человек старейший, она знает. 1914-й. Кто с кем воевал-то? Первая компашка – это Российская империя, Франция, Великобритания и целый килограмм союзников. США тоже были союзниками. И вторая команда – это Австро-Венгрия, Германия и Османская империя. Кто победил? Ну, явно не мы. Нас неплохо расчехлили. Много мы участков земель, мне кажется, отдали. И страна-то ушаталась. Сразу стали мы потом редкостными коммуняками. Вот как раз-таки в 17-м году мы и стали коммуняками, а в 14-м году Первая мировая война. Верно, все верно. Браво, браво. Итак, 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 итак. Белая береза под моим окном принакрылась снегом, точно серебром. Кто автор? Это Некрасов, Бунин, Есенин, Блок. Белая береза под моим окном. Так, у нас очень любил природу сильно. Есенин и Некрасов. Белая береза. Мне кажется, это... Есенин. То есть ты исключила Блока, ты исключила Бунина. Ну, да, не знаю. Может быть, неправильно, конечно. Я пока не знаю. Ну, так, Некрасов. Ты только что говорила Есенин. Есенин. Так Некрасов или Несенин? Или Бунин? А Блок-то? Классно я могу запутывать, да? Прикол в том, что раньше я подсказывал. А сейчас буду запутывать. Все, я молчок. Бунин. Или Блок. Есенин. Вот я как сразу сказала, в общем, не знаю. Нет, нет, не Есенин. Все, вот все говорю. Блок. Блин, Блок. О чем Блок писала? Вот вообще не помню. Боже мой. Так, Блок. Все, Блок. Бунин. Все, давайте на Бунине. Все, Бунин я больше не имею ответ. Бунин. Бунин. Да. Ну, все, как бы уже, ага, ага, значит, там загорелось. Это удивительное стихотворение было написано в 1913 году 18-летним юношей, который, приехавший в Москву и вспоминавший свою юность, молодость в Рязанской губернии. И, естественно, это Эларион Степанович Есенин. Сергей Есенин. Жалько? Жалько, да. Все, спасибо. Два часа мы снимаем. Хватит снимать. Я готов был расстаться сегодня даже не с одной пятерочкой. Такие вот мы богатые блогеры нынче. В Инстаграме давно я не делал прямых эфиров. Сделаю на досуге. Также будем работать, отвечать на вопросики и буду закидывать бабосики. Инстаграм вот где-то тут намулеван. Короче, мне сейчас Андрюха подсказал, что надо вообще, чтобы у видоса было много лайков и комментов, да? И комментов. Если будет на видосе 20 тысяч лайков, вот как только 20 тысяч лайков, то что делать-то надо? Сразу же новый видос. А, сразу же вылетает новый видос прям крутой вообще, бешеный. А что, так он не вылетит, что ли, этот видос? Короче, нужны эти лайки. Нужны лайкосы. Лайкосы и комменты. Самые там крутые, бомбовые. А что будет, если лайки они будут ставить? В тренды, может, ты выйдешь, Жак. Да? Оказывается, надо, чтобы лайкосы были. Ребят, ставьте там эти лайкосы, как дьявол. Создавайте аккаунты левые, чтобы каждый создал по 50 аккаунтов. И лайки эти ставьте. Все, раз нужны лайки, значит, ставьте лайки. Спасибо. Пишите в комментах что-нибудь, пишите там, чтобы просто было дохера комментов и все. Пишем такие комментарии. Блин, негодяй ТВ. Ой, как обидно, что только вот такие форматы у тебя выстреливают. Как хочется, чтобы ты снимал всякую разную движуху. Ой, какой классный канал. Хочется, чтобы у тебя было 3 миллиона. Вот все это пишем. Спасибо вам всем. Пока. Нормально я замутил? Да. Да. Субтитры подогнал «Симон»